Минобороны России признала, что понятия Нагорный Карабах больше нет. Ведомство удалило контуры границ так называемой НКО, то есть самопровозглашанного сепаратистского образования, незаконно созданного на территории Азербайджана, на карте миротворческого контингента. Армянские СМИ и телеграм-каналы в ужасе сообщают, что исчезли границы незаконного сепаратистского образования, которые изначально якобы считались за армянской стороной по всем переговорным условиям. Далее они приводят сравнение карт от 20 сентября и 24 сентября текущего года. Таким образом, именно обороны России признала, что понятия Нагорный Карабах больше нет. Теперь о встрече глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ. От этой встречи нельзя было отказываться, уверен экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров. Наша позиция заключается в том, что конфликт является решенным. Вопрос статуса не актуален для нас, потому что Азербайджан готов предоставить самый высокий статус, который возможен в пределах нашего государства. Это статус гражданина Азербайджанской республики. Эта тема закрыта, подчеркнул эксперт. Зульфугаров напомнил, что на встрече с представителями Минской группы, которая прошла в декабре прошлого года, глава государства заявил, что Азербайджан будет заинтересован в том, чтобы сопредседатели еще раз оценили ситуацию, то есть измененный статус кво, и на этом основании выработали бы для себя те предложения, которые заинтересуют официальный Баку. В частности, мы хотели бы, чтобы Минская группа занялась задачей, связанной с гуманитарными вопросами. Перед нами стоит большая задача по обеспечению возвращения перемещенных лиц в освобожденные районы, которые в результате вандализма армянских агрессоров превратились в непригодные для проживания территории. Поэтому, например, Минская группа могла бы выступить в качестве организатора донорской конференции, где был бы организован фонд помощи для возвращающегося населения Азербайджана. Поэтому Азербайджан сейчас находится в состоянии того, что ожидает от Минской группы новых идей, которые были бы в наших интересах, сказал Тофик Зульфугаров. Экс-министр отметил, что по этим причинам факт встречи, всего лишь, является доказательством того, что Азербайджан готов выслушивать конструктивные предложения со стороны Минской группы. Все те предложения, которые были до Второй Карабахской войны, потеряли свою актуальность. Поэтому мы открыты для новых идей со стороны Минской группы, подчеркнул он. Касательно вопроса статуса Карабаха. Зульфугаров сказал, что этого вопроса нет, потому что он урегулирован. Кроме этого, Азербайджан, ввиду состава Минской группы, никогда не допустит того, чтобы Армения, как государство-агрессор, в постконфликтный период принимала какое-либо участие в вопросах, связанных с проживанием армянского населения на территории Азербайджана. Это недопустимо. Азербайджан никогда не допустит обсуждения статуса в этом, или в любом другом формате, заявил экс-министр. Означает ли возвращение в процесс переговоров мандата Минской группы то, что тематика переговоров возвращается в период до Второй Карабахской войны? Экс-министр иностранных дел так ответил на этот вопрос. Это абсолютно не так. Ситуация кардинально изменилась со времени принятия этого мандата, то есть с 24 марта 1992 года. После принятия этого мандата были оккупированы территории и проведена этническая чистка. Армения фактически объявила об аннексии территорий и так далее. После этого Азербайджан, видя бездействие Минской группы, в соответствии с уставом ООН вышвырнул агрессора со своих территорий. Конфликт решился таким образом. Поэтому такого понятия, как мандат Минской группы ОБСЕ от 24 марта 1992 года, не существует, потому что нынешняя ситуация кардинально отличается от первоначальной. Более того, в том мандате предусмотрено участие Республики Армения в определении условий дальнейшего проживания армянского населения на территории Азербайджана. После того, что Армения провела против Азербайджана и азербайджанцев вооруженную агрессию и этнические чистки, ее участие в данном вопросе категорически не допускается. Таким образом, о старой повестке дня Минской группы все должны забыть. Как я уже говорил, если у Минской группы есть новые предложения по гуманитарной составляющей, которые интересны Баку, то Азербайджан готов их рассмотреть. Если нет, то Азербайджан просто повторит свою позицию. Однако отказаться выслушать Минскую группу Азербайджан не может. Это был бы неправильный дипломатический шаг. Может они предложат что-то полезное для нас, может они прозреют через год и предложат гуманитарную помощь для сотен тысяч беженцев, которые хотят вернуться в свои дома. Минская группа не имеет какого-либо права навязывать нам что-либо, что касается наших суверенных прав, подчеркнул экс-министр иностранных дел.